Преподобных, богоносных отец наших и святых отцов Первого Вселенского Собора, иже памятный не совершаем, святых праведный Богу Отец Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, як облак и человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Один Господь, одна вера, одно крещение. Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно мудрем и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы призваны в одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Послание апостола Павла к Ефесянам, первая глава. В послании к Ефесянам апостол Павел уделяет особое внимание единству христиан. В первых трех главах послания рассказывается о том, что Бог сделал для людей и к чему призваны верующие в Иисуса Христа. Через Духа Святаго все верующие становятся причастными к Богу и строят единый духовный храм к Богу. Краеугольным камнем этого жилища Божьего Духа является Господь Иисус Христос. Через веру в сердца людей вселяется Сам Христос и наполняет их любовью. Учитывая высокое призвание христианина, апостол Павел умоляет верующих поступать достойно этого призвания. В четвертой, по шестую главы послания, описывается нравственное наставление христианам, как поступать по воле Божией, хотя все люди разные, имеют свои дарования и наклонности, желания и призвания, подобно различным органам тела, однако жизнь вечную имеют через одного Иисуса Христа. Поэтому все христиане должны стремиться к единению Духа в союзе мира, преодолевая раздоры и распри. В первой главе послания к христианам апостол Павел пишет, для чего Бог призвал христиан, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, дабы служить прославлению Бога, чтобы соответствовать этому призванию, необходимо изменение членов христианской общины. Первое, что служит единению общины, по слову апостолу, это смиренно-мудрие и кротость. Смирение – скромное мнение о себе, несмотря на дары, данные человеку Богом. Единение и мир в общине возможны тогда, когда никто не превозносит себя перед другими. В послании к римлянам апостол Павел так описал смирение каждого члена общины, необходимое для церкви. Не думайте о себе, более нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. В послании к римлянам 12 глава. К ротость, необходимое для члена церкви – это приязненное друг к другу отношение. Это такое обращение друг с другом, которое не оскорбляет, но всячески пытается содействовать мирному духу. В послании к галатам апостол Павел призывает к ротости, когда один из членов общины впадает в грех. Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовное, исправляете таковаго в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. В послании к галатам 6 глава. В данном случае верующий впадет в искушение и, если сам согрешит, при попытке помочь ближнему исправиться. После смирения и кротости апостол Христов призывает христиан к долготерпению, терпя друг друга в любви, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. В послании к галатам 4 глава. Перевод епископа Кассиана «Так как люди не идеальны перед собой, так как люди не идеальны, перед любой общиной встает вопрос, как себя вести, когда другие христиане проявляют слабости, совершают ошибки, противостоят гармонии отношений». Апостол Павел призывает к готовности терпеть особенности и слабости друг друга. Не гневом и раздражением следует реагировать на слабовые особенности характера ближних, но терпением и любовью. Любовное отношение друг к другу содействует единству и миру между верующими. В послании к римлянам апостол Павел так пишет о терпении, немощи друг друга. «Мы сильные, должны носить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». В послании к римлянам 15 глава. «Жить в единстве и мире для христианских общин, как видно из послания апостола Павла, не является чем-то самим собой разумеющимся. Поэтому, когда единство и мир ставятся под угрозу христианской общины, тогда общине следует приложить все усилия, чтобы содействовать миру и единению. В конфликтных ситуациях следует поступать так, чтобы наладить мирные отношения, и довладышествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Послание к Колоссянам 3 глава. Однако в общине могут быть разномыслия, с которыми не следует примиряться. Так, в первом послании к Коринфянам, глава 5 апостол Павел, призывает не общаться и даже не есть вместе с теми христианами, которые, называя себя братьями во Христе, остаются блудниками этого мира, любостяжателями, и дослужителями, пьяницами, грабителями и хулителями. 1 Коринфянам 5 глава. Причем апостол подчеркивает, что он не повелевает не общаться вообще с грешниками этого мира, так и для этого следовало уйти из этого мира. Особая опасность возникает тогда, когда в христианской общине люди живут по страстям этого мира. Подобно этому миру, чем разрушают общину. Единство христианской общины основано на семи столпах единства. Одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. И в Сианам 4 глава. Апостол не просто так называет семь оснований единства христиан. Во время написания посланий религиозный климат отличался явным синкретизмом, смесью разных религиозных учений. Апостол Павел подчеркивает, что есть только одна истина, так как Бог один. И в этом Божьем единстве следует христианам утверждаться. Во второй главе посланий к Ефесянам апостол Павел подробно пишет о трех основаниях единства. Одном теле, духе и надежде. Вторая глава. Иудеи и язычники призваны к одному телу в одном духе и имеют одну надежду. Все верующие во Христа образуют собой тело Христова, ибо получают одного и того же Духа Святого. Вне зависимости от национальности и социального статуса, в крещении все получают одного Духа, и поэтому составляют одно тело из многих членов. Первая Коринфян, 12 глава. Следующие три основания единства – это один Господь, одна вера, одно крещение. По представлению апостолов Христовых, каждый верит не в то, что ему хочется, но есть только одно Евангелие, согласно которому человек через веру в Господа Иисуса Христа оправдывается пред Богом. Этой верой, доверием Христу, связью верности с Ним движет Дух Святой. Так как есть только один Господь, то и вера в Него, Господа Иисуса Христа, а точнее во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Деяния апостола, 2 глава, Матфея, 28-я, 1 Коринфян, 1 глава. В новозаветное время мы находим следующую практику. Кто через Евангелие приходил к вере в Господа Иисуса Христа, тот крестился в Его имя. Крещение является выражением веры. Верующие через крещение выражают свою принадлежность Иисусу Христу. В апостольские времена не чувствовало практики крещения, как традиции без веры в Господа Иисуса Христа, или же как суеверие, когда люди крестятся, чтобы все хорошо в жизни складывалось. Отрицать наличие практики крещения детей в церкви времен земной жизни апостолов нельзя. Для этого нет исторических оснований. Вполне вероятно, что когда вся семья приходила к вере и крестилась, дети не исключались из новой жизни Его Христа, несмотря на то, что дети не могли осознанно исповедовать веру. Конечно, вера родителей и их новая жизнь со Христом не может являться гарантом будущей осознанной веры детей, ибо вера – это всегда личная встреча с Богом. Но через доверие родителям, любовь родителей к детям и детей к родителям ребенок может чувствовать благодать Божию, любовь его. Ребенок, познающий с детства любовь и веру, имеют больше шансов к будущей жизни в любви и вере к Богу. Ведь Бога человек воспринимает прежде всего сердцем. Последним аргументом необходимого единства христиан, по слову апостола Павла, является тот, что один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И в Сианом 4 глава. Бог над всеми, то есть нет никакого привилегированного положения детей Божьих перед Отцом. Бог действует через всех верующих. Никто не может утверждать, что Бог через него больше действует, чем через другого христианина. Поэтому нет оснований для превозношения дарами от Бога. И, наконец, в каждом верующем живет Бог. Никто из верующих не может утверждать, что только в Нем обитает Бог. Равным образом все люди принимают духа через веру в Иисуса Христа. И жительство Бога верующих сильно меняет их жизнь, подчиняя всех духу любви. Кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающая любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Первое послание Иоанна, 4 глава. Аминь. Аминь.